Короче говоря, открыла свой первый магазин в 14 лет, в первый день лета. Спустя год оттачивания мастерства, я наконец-то решила открыть свой первый интернет-магазин с украшениями из эпоксидной смолы. Сейчас я расскажу, как это все было. Началось все с того, что я запала на украшения из эпоксидной смолы, которые мне попадались в интернете. Сначала я их покупала, а потом решилась попробовать сделать, тем более мне было скучно. Теперь мне не будет скучно, я буду самая модная на районе. Я все купила для моего нового хобби. Эпоксидную смолу, инструменты, формочки, фурнитуру для украшений и 15 красителей. Крутьоба! А это что такое? Будем делать лизун? Какой еще лизун? Это будут украшения из крутой эпоксидной смолы. Фу, самодельные украшения! Ничего не фу. Между прочим, все вот эти вот украшения я покупала, и они сделаны из эпоксидной смолы. А, ну если такие, то красивые. Ну вот. А мне сделаешь? Можно мне с тобой? Можно, можно, если осторожно. Мы изучили, как это все правильно делать, подготовили рабочее место на улице, чтобы не дышать парами смолы, и приступили. Ну что, Лид, выбирай, какие сережки ты себе хочешь. Я хочу такие сердечки. Сердечка какого цвета? Ну, конечно же, розовенького. Ну, или белорозовое. Белорозовое? Ну, понятно, понятно, конечно, белорозовое. А я себе, наверное, хочу вот такой вот листочек и вот такого вот мятного цвета. Мняткой. Не знаю почему, но мне кажется, очень классно подойдет. Итак, главное не вылить на себя сразу же все, что только можно. Делаем первое... Сердечко? Давай. Давай сердечко. Берем компонент Б, берем компонент А. Нужно его ответственно смешать здесь. 0,5 мл. Да. Ну и точно так же компонента Б. Выбирай розовый цвет. Ну, вот этот как-то такой темнее, а лучше вот этот. Это цветнее. Хорошо. Тебе прям такой, чтобы был розовый, или немножко, чтобы просвещалось? Прямо розовый. О, нормально. И сюда. Теперь нужно это все перемешать. И потом вылить на Лилю, чтобы она застыла в одной позе. Ай, спасибо. Мишанька, ем. Так, теперь начинаю заливать. Беру вот так вот на палочку. И сюда. Как? На одну половинку, а потом на другую будет белая. Да. И... А-а-а. Смотри. Класс. Еще можно где-то в корабле и такие поделать. Смотри. Какая красота. Какая красота. Вообще. Очень красиво. Так, сейчас еще маленькой иголочкой рекомендую шагу. Смотри. Ух ты. Очень красиво. Очень красиво. Крутяк, да? Даже лучше, чем ожидали. Да. Я думала, просто будет немножко белого, немножечко розового. А это не так, как я думала. Ну, я знаю, куда вот этот вот еще, думаю, белый долить. Пускай пока будет, потом, может, мы что-то интересное сделаем и дольем этого, да? Вот мне в листочек, например, сделаю такое. Какой же цвет дальше? Думаю, сделаю вот такой вот мятный. Это типа листочек мятый. Кстати, да. Типа того. Наконец-то. Да, это оказалось сложнее, чем я думала. Но зато получится очень много красивых изделий. Осталось подождать всего 8 часов, и наши украшения будут готовы. Ага. Подождали, пока все застынет, и вуаля. Вот такие первые украшения у нас получились. Мне очень понравился этот процесс. Я открыла для себя любимое хобби и продолжила делать себе и друзьям всякие разные украшения. Вот этот вот стебелечек, чтобы он не был таким большим. Потом этот цветочек, наверное, где-то в серединку. И на контрасте положу немножко вот таких вот беленьких, как букетик такой. И еще немножко беленьких. И красота! Выглядит прикольно. Может, еще сверху где-то вообще такой манюсенький-манюсенький. Та-дам! Теперь заливаем. Заливка это мое самое-самое любимое. Главное не переборщить. Еще мне нужна иголочка, чтобы потом притапливать эти все красивые цветочки, которые всплывают на поверхность. Чтобы они не были выпуклыми. Оп. Оп. Не хотят топиться. Нужно подождать, чтобы немножко смола застыла. И тогда будет легко их притопить. Маленький шлем рассматривал свистку, которую друзья нашли где-то. Кстати, второе мое хобби, это когда я что-то делаю, слушать аудиокниги. И руки в деле, и уши не скучают. Похожий кулончик с ухоцветами я уже делала для подружки на день рождения. Получилось очень красиво, я очень довольна. Еще у меня есть такая вот заколочка. Тоже делала сама с блесточками. Сделала вот такой вот органайзер для всяких интересных моих уже готовых сережек. У меня здесь всякие разные, это эксперименты с формами. Вот такие тоже разные. Я люблю сочетать разные формы для того, чтобы было бы не так скучно. Всякие переливы и так дальше. Есть у меня даже вот такие интересные сережки. Все спят, а я жру. Я распечатывала на бумаге специально и заливала двумя слоями. Получилось прикольно, мне очень нравится. Еще доделаю вторую. Такой сережки, это тоже кулончик для подружки. Половину сердечка нарисовала я, а половинку она. Это выглядит тоже интересно, тоже заливала два раза. Здесь у меня висят мои кулончики. Это вот такой вот интересный кулончик с морем. Очень мне понравилось прям. Я очень долго его заливала и он такой красивый получился. Ну а когда у меня стало получаться все лучше и лучше, ну и чтобы другие смогли ходить в моих украшениях, мама предложила мне открыть свой интернет-магазин. О, Диан, ты тут? Нет, там. Так а я как раз оттуда, а тебя там нет. Слушай, у тебя уже целая коллекция украшений с эпоксидки. Когда ты успела? Так я уже всем своим друзьям сделала по коллекции. И вот, подружке сделала сережки в стиль заколки. Так а мне? Так и тебе сделала под футболку. Красиво будет. Реально красиво. Ты, кстати, уже так натренировалась, нет ни скольчиков, ни пузыриков. Прям как в магазине. Такие именно в магазине не купишь. Так и я о том себе целую коллекцию сделала, друзьям подарила, мне вон какие прикольные сделала. Пора уже и другим начинать продавать. Зачем? Как это зачем? Деньги зарабатывать благородным трудом, между прочим. И может быть как раз и на айфон себе накопишь? Да, только долго я уже коплю. Ну вот, а так быстрее накопишь. У меня будет айфон, я буду за него переживать и никому не давать в руки, чтобы он не разбился. Ты что думаешь, серьезно, у меня что-то будут покупать? Ну ты же раньше покупала. Вот, например, вот эти харизматичные сережки. Все спят, а я жру. Так это мои сережки, я сама делала. Ну вот, а выглядят как покупные. А эта заколка покупная? Вот эта вот. Это да. Хотя я знаю, как ее можно сделать. Ну вот, и ты можешь такие делать. Оригинального дизайна и продавать. Ну и где мне их продавать, через инстаграм или тикток? Ну да. Ты же блогер, тебя многие знают. Мне кажется, твои подписчики захотят купить украшение, которое ты сделала сама. Ну не знаю, получится ли. Так у тебя уже получается. Ты же сама мне говорила, что твоим друзьям очень понравился брелок Fortnite. И уже даже есть заказы, чтобы ты сделала похожий. Ну да, но я не знаю, почему их продавать. Тем более на Алиэкспрессе таких украшений валом, и они очень дешевые. Ну таких именно там же нет, и не все могут на Алиэкспрессе покупать. Они вообще могут даже не дойти. Или долго ждать. Ты же можешь посчитать себе стоимость украшений? Во, например. Ты же знаешь, что тебе нужно для этой заколки? Да, в принципе немного. Фурнитура. Формочка, понятное дело. Потом, если с красителем, то красители. Ну и эпоксидная смола. Ну а если с какими-то сухоцветами, то еще и сухоцветы. Можно еще блесточки вот такие красивые добавлять. Ракушки всякие. То немного и нужно. И для сережек тоже особо немного. Вот такую вот фурнитуру я знаю, где заказать. Формочек, да, везде очень-очень много разнообразных. Ну вот, это все легко посчитать. Сколько нужно потратить на все расходные материалы для этой заколочки. Сколько стоит фурнитура, сколько пойдет эпоксидной смолы, красителя, всяких разных украшений. Вот, например, возможность себестоимости этой заколочки тебе обойдется 25 гривен. Плюс нужно оценить твою работу, твой талант. Это еще плюс 25 гривен. И, например, такая заколочка обойдется гривен 50 в продаже. В принципе, да, можно. Тем более, я об этом задумывалась. Тебе же нравится этим заниматься? Купим формочки, фурнитуру. Откроем страничку в инстаграме. Расскажем об этом всем твоим друзьям, знакомым, подписчикам. О, еще же можно снимать сториз, как я это все делаю и упаковываю. Думаешь, будут заказывать? Конечно, будут. Ну, а вообще-то, чтобы узнать, лучше попробуем. Решение было принято, осталось все организовать. Купили стол для работы и выбрали место, где он будет стоять. Потом передумали и поставили его в другое место. О, тут будет лучше. Все разложила. Для цветочных украшений собрала и посушила цветочки. Купила упаковку и открыла страничку в инстаграм. Научилась фотографировать украшения и вуаля, первые посты и первые отправочки. Это такой кайф, нужно стопудово отметить тортиком. Короче говоря, у нас празднование снова. Это в честь начала лета, в честь день чего-то, я забыла, защиты детей. И в день открытия моего магазина. А, да, какая красота. Он прям вообще красот. Ага. Заходите в мой магазин и носите оригинальные украшения в единственном экземпляре. Субтитры создавал DimaTorzok